Привет зрители! Учла пожелания двух человек женского пола. Надеюсь теперь вам видно тем, кто смотрит с маленьких телефочек. Ну как бы ноги не срезают, руки не срезают. Штанышки! Я вообще вчера забрала. Я много чего заказала. У меня еще какая-то хрень. Надо ее обрезать, а то неудобно. И кое-что не подошло. Что-то я мерить не буду. Там тупо колготки. До хрена дешево все урвало. Куртка по цене штанишков. Лен. 10% лен и 90% хлопок. Это домашние штанишки. Они почему-то называются термобелье. Обычные штанишки. Ну мне тупо очень хотелось что-то такое. Какие штанишки, в которых можно ходить дом. Потому что у меня были пижамные штанишки, а они вымерли. У меня очень много от пижамных штанов. Ну в общем у меня было три пижамы где-то так вот за последние года два. Да, наверное года два. У которых были длинные ножки. Короткие либо не очень короткие футболочки. И вот футболочки все живы, а длинные ножки нет. У меня только одна пижамка осталась с длинными ножками, в которой я сплю. Я решила, что я очень хочу штанишки. Вот тупо штанишки были только на Вайперис. 345 рублей. Как бы можно бы и подешевле, но уж извините какие были. Я считаю, что нормально в принципе. Потому что некоторые вещи по той же цене, что штанишки и как бы при этом дешевле, чем возможно. Кофточка. Я управляю с телефона, поэтому сейчас не могу сказать сколько стоит кофточка. А нет, смогу. 229 рублей она мне обошлась. Сейчас она по-моему чуть подешевле вообще стоит. Кофточка. В кофточке 10% поле что-то там или лайкла, или как-то так. И 90% хлопок. Кофточка вот же. Тут какая-то хрень написана, но как бы можно конечно без нее. С другой стороны она вроде как акцент какой-то дает. Да, я сегодня делали факт. Специально подойду, потому что иначе она в обтяжку. Я бы конечно скинула вам фотку, делала немножко расплывчатая, примерочная вчера в Вайперис. Но одна сказочная бывшая подписчица так пиарит сейчас меня везде, где только можно, что я как-то стремаюсь эту фотку скидывать в свою деревьевку, хоть я ее сейчас сделала полностью закрытой. И вчера я удалила еще одного зрителя, подписчика, ну знаете такие, которые вот сегодня зашли, завтра вышли, сегодня зашли, завтра вышли. Если ты вдруг себя узнал и при этом ты не тот человек, про которого можно подумать плохо, ты мне в личку напиши потом где-нибудь. Типа, Лёль, Лёль, я нормальный, я просто случайно выходил по 500 раз из твоего блажника. Короче говоря, поэтому я надела лифачок, но и как бы вот он с лифачком. А вчера-то я без лифачка это все мерила. В общем, вот такая кофточка. Я ее как бы покупала исключительно, мне нужно было водолазку с нормальным воротом. У меня есть хорошая водолазка. Я сейчас даже ее тебе покажу, зрители. Мерить не буду, но покажу. Водолазка. Сито-процентный хлопок. Ну может быть там 3% какого-нибудь эластана. Она вся такая клевая, с хорошим воротом, высоким вроде как широким, хорошим составом, хорошим цветом, длинными рукавами. Но блин, у нее такой узкий ворот. Вот я снимаю очки, я и с этой-то снимаю очки, чтобы ее нацепить. Но она где-то, она очень туго находит. Она так через голову как-то, голову точнее через нее как-то протянешь еще. Но здесь очень туго по шее. Т-сот какой-то. Сняла очки, теперь ничего не вижу. Короче говоря, я ее покупала в каком-то филиале шмоток Ивановского трикотажа. Года что ли, может даже два назад, может год. Мне там посоветовали. Как бы она хорошая, мягкая, я думаю у нее ворот этот отрезать. Потому что вот такое ощущение, что тут как-то вот, ну как-то не то, некомфортно. Если ворот отрезать, то будет все ништяк. Но в таком случае мне понадобится водолазочка. А у меня вечная проблема, вот если зима, осень, весна, я знаю, чтобы шея была закрыта. Мало ли чего, так это вот. Вот здесь шея закрыта, не обязательно даже шарфик одевать. Ну и я, короче говоря, заказалась и удалось. Подолго думала, потом подумала, если уж пошла такая пьянка. Я тут все шмотки всякие себе заказываю. То что мне закрывать водолазочку, которая мне понравилась. Она довольно длинненькая. Ну, губ, конечно, полностью не закрывает, но ее можно с джинсами надеть. Можно потом вот так ходить. Можно вот мусор летом пойду выкидывать, вот в таком прикидке. Или даже не летом, а в той же весной. Ну и в общем, как бы у меня теперь есть водолазочка. А еще, тогда зритель, я с нее даже еще и рядуху не сняла. Я вчера купила. Я сейчас заправлю сначала. Ой, я тут стою. Я даже не глянула в телефоне, там мне ничего не связало. Может, надо было поближе подползти. Или подальше. Короче говоря, надеюсь, у меня там ничего не связало. Я вчера, значит, померила в Эбберис эту курточку. Не поверишь, она 300, 45 рублей стоит. Так же, как вот эти голубые штаны. Ну, тогда стоила. Вчера она уже 500 чем-то стоила. Ну и короче говоря, думаю, надо же какой плотный, хороший воротник. Как бы тебе обратно подбиралось тут. Ну и я, значит, этот плотный, хороший воротник. Он будет прилегать. Первый раз включаю курточку с таким плотным, хорошим воротничком. И оно, значит, как бы будет хорошо закрывать шейку. Шейку не продует мне. У меня вечная болезнь. Точнее, не то чтобы болезнь, проблема. Я могу летом простудить голову, допустим. Только потому, что был какой-нибудь такой слегка ветер. А я куда-нибудь ехала на велике или просто шла. Ну, есть у меня такой прикол у организма. Вот, но она там более как-то вот так лежала. И я, значит, нацепляю, думаю, надо же такой плотный воротничок. А пришла домой, решила ее рассмотреть. Кармашки, то есть все, вышивка на рукаве. И так смотрю, думаю, надо же тут какая-то змеечка. Знаете, сейчас померю сначала, как она была на мне. И как она в инстаграм. Я читала отзывы, комменты и вообще описание. Тут можно курточку загнуть рукава на три четверти. И на кнопочку посадить вот внутри рукава. Там как раз вот такая шлеечка, если как она называется. Здесь у нас вышивка фиолетовыми нитками. Тон Леон. Все, оно прошито фиолетовыми нитками. Тут вот эту фигню я сниму потом. Цвет белый, размер М, куртка. Ну, это ветровка, стопроцентный полиэстер. Вот здесь вот. На кнопочке. Кнопочки, кстати, сделаны так, как пуговки. Я сейчас приближу камеру, чтобы особо, ну, чтобы всем было видно. Давай, приближайся. Сейчас будет видно мои ноги. Ну, я, может, этот момент вырежу. Так, как бы, как бы сделать-то так. Вот приближаешь, а потом соображаешь. Не, я, наверное, все-таки просто потом поднесу камеру и покажу. А то как-то я не соображаю, как показать. Но я думаю, тем, у кого нормальный экран, можно увидеть. А тем, у кого, вот мне только два человека жаловались. Хреновый экран. Хреновый экран. Тут такая, что здесь вот, я не сразу сама догнала. Оно выглядит, как кнопка-пуговица. Но на самом деле тут просто дизайн такой, а сама она на кнопке. Вот я тут при вас открыла, тут кармашек. Здесь кармашек внутренний. А, лекучки. Можно положить, допустим, ключи, если куда-то. Финтюлики без этого, вот, ну, без всякой сумки и так далее. Вот эта шлейка тут вылазит, или как ее назвать. Но если не шлейка, вы меня поправьте, я потому что могу, чтобы они знать. Которая вот сажает, как раз, рукавчик кубы. Это вот, допустим, вот совсем лето. Я-то ее мерила вчера вот на эту кофточку. А можно на какой-нибудь топик ее поверх одеть. И вот загнуть эти рукавчики. А вот здесь вот маленький кармашек. Можно малюсенький платочек засунуть сюда, к примеру. И закрыть эту самую. Тут еще один кармашек. Вот он так закрывается. Все очень клевый дизайн, мне так понравился. Тут пуговки. Еще два малюсеньких кармашка на змейке. Ну, совсем чуть-чуть, чуть-чуть туда мелко влезет. А можно просто как дизайн такой использовать. Ну, не использовать как кармашки. Оно на змейке и на четырех кнопках. Эти кнопки выглядят, как будто бы эта пуговица тут просрочена. Вот так все. Я когда мерила вчера, я не сразу поняла, что тут как бы это... Обманка. Сейчас я прийти померю ее. А потом померю уже с капюшончиком. Да, у нее еще сзади такая затяжка, которая вот здесь веревочками такими. И можно, в принципе, при желании ее сломить. У меня это слепая малость так. Не то чтобы... Ну, кто-то может слепая курица. Так, волосы придавила. Мне сначала показалось, что она вроде как совсем узкая. Но, думаю, она у меня по водолазке нарезала. Она даже вам нарезала у меня по лифаку, который тоже резко кого-то добавляет. Вот так она. Здесь карманчик. Ну, сейчас закроем. А может, не закроем. А нет, закрылся. Вот можно вытянуть еще. Допустим, я схудну еще с десол. Уже буду не 44-й, допустим, а 43-й, если такое существует. И нормально. Рукава, я думаю, надо... Вот, слушай, зритель можно и так. Тут, кстати, очень легкая, маленькая такая прокладочка-подкладочка. Все, наверное, надо делать не на себе. Чтобы оно было, допустим, красиво. Ну, короче, как-то так. Тут надо побольше с этой стороны делать. Вот. Один рукав такой, другой такой. Ну, и здесь аналогично можно сделать. Сейчас стремим. Сейчас я тебе повернусь с задом, к стене, передом. Прям как избушка. На этих самых ножках. Сейчас гляну, как я там выложу. Ой. Вот. По облиру специально... Ой, башка слезает слегка. Слегка для тех, кто плохо видит. Там можно чуть-чуть расслабить, допустим. Вообще, мне нравится сочетание. Конечно, я так вряд ли куда-то вылезу. Но вот я сейчас на себя смотрю назад. По-моему, я так себе. Вот так оно. Вот оно, как-то так. Можно вообще вот так. Как бы не застигаться. Ну, и сейчас я померю уже с капюшоном. Что я с капюшоном не мерила. Я просто его когда обнаружила, так пофигевала. Рассно. И повесила ее на вешалочку. Можно даже просто закрыть на кнопочку. Он, конечно, так себе капюшон. Ну, роль никакой особо, наверное, не играет. Но вдруг вот куда-то выползли, а на обратном пути дождь прошел. А вы без зонтиков. Ну, ничего так. И самое интересное, про капюшон вообще ни слова на варьбе не было. На этих моделях нифига. Так, сейчас я играю. Ну, просто как-то выглядит. Видно-видно. В общем, вот. Вот так можно сделать. Зритель, ты умеешь вот так делать? Вот так можно сделать. Можно делать опять же так же, только уже так вот со спиной. Короче, мне очень понравилась петровочка. Напомню, всего лишь 345 рублей. Иногда на варьбе есть такое, можно найти. Е-е-ей. Сейчас я просто уже вот вторую руку загну. Мне еще нравится, что она с фиолетовыми нитками. Так. Ой. Ну, мало ли, куда поехали. Вот так вдруг тепло стало. Ну, а так, что вроде холодно, но при этом тепло. И вот этот вариант самый а то. Топик нацепили, курточку нацепили и поскакали. И воротничок при этом как бы не теряет своей роли. Очень классная, я считаю, курточка. Вот. Тут мягкая такая веревочка. Я за нее потянула, она стала развязываться. Такие дела, зритель. Спасибо тебе, если ты осилил до конца. У меня тут третий день, начало цикла. И животик слегка нацепили. Но при этом вчера нацепили все штанишки. Я очень беспокоилась, что штанишки не нацепятся. Но такие, что курточка вдруг не застегнется. Больше всего беспокоилась про это, потому что все писали, что нам орломерить, то есть все пятое-десятое. И вообще в обтяжку, и не тянется, и т.д. Я постараюсь в инфобоксе там скинуть ссылки на эти самые вещи. Ну и ревками-то закреплено. Так что, если тебе зритель вдруг заинтересовалась, можешь себе тоже такой приобрести. Может тебе повезет, по скидке будет. Пока тебе, зритель. Не забудь поставить палец кверху.